вау вау это очередной выпуск подкаста философии кстати не знаю уже какой по счету 10 тыс смотри какая магия чисел магии 1 наш подкаст с комиком ну 2 по сути и 1 с комиками был с коли андреева и десятый юбилейный опять с коли я напросился сам я очень рад что ты напросил сокой да я посреди ночи очень часто думал и почему я думал такую большую мысль о добре и зле и она мне так нравилось она была взрослой такой зрелый красивый мне были вопросы и ответы выводы я такой очень очень хочу в добро и зло попасть и вот иначе когда комик сам предлагает тему мне кажется это всегда вообще потенциально хорошо это мотивация но я тогда был не трезвый и совершенно забыл все вот весь объем который тогда думал чего я начал чем я пришел какие выводы делал пути то что казалось мне ужасно интересами забыл полностью или не записал и не могу даже попытаться я чуть-чуть пытался типа кусочки какие-то и не нашел ничего но я точно знаю что он был я надеюсь что же не поможет может да если мы восстановим твой травматический опыт то ты сможешь заново его перезагрузить нужно несколько напиться и чтобы ночь была но мы записываем днем до добро и зло мне важно я хочу разобраться потому что у меня есть ребенок и есть же поговорка крошка сын к отцу пришел и вот эти все вопросы задал маяковского мне нужны ответы на каком-то потому что я вроде должен тащить этот вопрос а я сам не знаю я вот такой о коля круто набросил добро и зло я тоже что-то стоял смотрел в окно заваривал чай такой добро не ну вот и добро же есть и же какое-то добро вот до добрые поступки можно делать а злых злых лучше зла лучше не творить но иногда можно так загнаться что я такой непонятно но вроде как будто все понимают она как она она в базе где-то прописано у нас ну простых ответов я по крайней мере на этом подкасте не дам как раз в стиле можно посмотреть ответы простые но я думаю слово пастыря очень хорошо для этого подойдет вот там так или иначе дадут у никиты михалкова более или менее никита михалков это все-таки не клирик вот но я думаю то что он тоже способен дать оборы такие фундаментальные понятия о добре и зле и о том как билл гейтса мировом сионистском заговоре травят нас с вакцинами или чем-нибудь еще чипируют да такие знания можно получить в целом предпочту наверное дать некоторую картографию различных этических систем о том как они работают как вообще работают например различные этические подходы сколько их есть какие они в чем их различия попытаюсь привести несколько таких больших этических систем созданных великими философами это кант аристотель и риме и бентам вот я вот бентам слышал и возможно даже был в википедии на его странице или где-то про него читал и такой а и не запомнил ничего может ты знаешь слова утилитаризм да вот имея бентам это создатель такого направления философии как утилитаризм что условно говоря что работает что помогает что функционально то хорошо что диск это трагматизм то что ты говоришь а утилитаризм это из происхождения самопонятия можно понять то что идти надо зайти в утилиты польза то есть то что приносит пользу наибольшему количеству людей и при этом вредит то есть не приносит пользы или приносит вред не так у на наименьшему количеству людей то и будет морально оправданным поступком были и риме прикинь такой и риме и при этом да сама цель но и средства к достижению этой цели тоже должны приносить как можно больше пользы как можно меньше вреда то есть не только финальная цель должна быть полезной но и средства достижения к этой цели тоже должны быть общее благо not измеряемая пользой то есть благо она же шире чем польза благо может быть по-разному очень понято да например благо может пониматься как скажем так морально этом совершенствование своей собственной души и тогда поступки которые направлены таковое будут являться благими а если же мы понимаем благо именно как пользу тогда если ты преисполнился и морально усовершенствовался наивысшим образом но при этом пользы никому не принес и принес всем только вред то это все равно не будет благим день мое обычное воскресенье все буддисты на фиг идут что они не полезно и они для себя что там разрешили воспарили риск перерождение вырвались на пользу да я думаю то что диска этика в некотором смысле противоположны той этике который предлагает нам или меминдам вы смелые раме а вот с чего раньше началось ну то есть первобытный человек не мысль категориями добра и зла он был именно очень ну именно тоже утилитарный вы так ну и так коль у тебя есть какие-то представления добре и зле сформулированные словами но добро это там где мамами пирожки знаешь а такое очень бытовое ускоренюхом чую чем могу обозначить а зло это вот обижает знаешь девочек как-то за косички дергать быть хулиганом придавать стучать ты прямо прямо цитируешь до стихотворение маяковского частично конечно а я не помню только первые четыре строчки кроха сын коцу пришел сбора сказала кровь что кружеская плохо я не помню совершенно что ответил отец ну вот как раз таки о том что дергать девочек за косички не хорошо вот стучать не хорошо а вот или мамы любить хорошо да да ну хорошо значит прошит это в коре моем конечно как можно в советское время было сказать что стучать плохо ну опять таки смотря на кого стучать и зачем потому что стучать на плохих летами стучать это но обоснованно жалуются но я думаю то что здесь две таких морали часть в гости вступает в конфликт то есть с одной стороны есть некоторое представление об общественном благе есть представление о индивидуальном благе в которой включаются там например представители семьи вот и с одной стороны вот по одному моральному принципу мы должны как бы держаться своих и не закладывать родных просто потому что они родные то есть такое как бы кровное родство обеспечивает некоторые моральный приоритет а с другой стороны галклан сопрано так есть некоторое представление об общественном благе общественно то есть скажем если кто-то расхищает народное имущество ну про павлика морозова да то его можно и нужны и общественно одобряем и заложить потому что он вот занимается такой странной вещью и портит жизнь враг народа по сути всем остальным а вот но соответственно осуждаете павлика морозова исходите с другого альтернативного морального принципа которому как бы дела семейные дела семейные не нужно выносить ссор из избы коля спросил по происхождении аморали да и меня честно дельной мне скорее интересно исторически когда она происходит то есть когда началась когда вот у нас только преисполнился первобытный дикарь шкуре с дубиной чтобы я сейчас для себя отделяю что то что может быть сделать хочу но позволить себе не имею права более потому что это вот высшая форма да да или поздно уже это какой-то внутренний диалог позднее уже есть есть несколько теорий на этот счет согласно одним теориям действительно происхождение морали это достаточно позднее явление которое произошло уже после того как человек некоторым образом обособился от рода то есть когда человек получил некоторую личность индивидуальность и вот как раз таки из конфликта личности и общества рождается мораль есть и другие теории личности и общественные я сейчас все поясню сейчас я даме вперед пора лаза это обычно накидываешься сразу несколько не смотрю подкасты философии ты людям слова даже сказать и как-то с покойным дедом разговаривал ну когда еще короче нет давайте перезапишем помню я был горяч лет в двадцать три разговаривал с покойным дедом когда говорил с покойным дедом короче вот этот момент когда может 21 знаешь когда ты все понял момент когда ты студент ты там прочитал что-то и ты такой так вы же старший ты вообще и бог там вышел с ума сошли дураки какие и дед меня слушал а потом такой ну культурно то ты православный все равно я это как-то с собой ношу по-прежнему и думаю что с точки зрения культурно-православный это значит у меня в биос на каком-то низком уровне все равно этические установки какого-то вот этого нашего домашнего православия установлены они как-то даже не озвучиваются и не формируются и не то чтобы кто-то из церкви ходил но больше как-то попытаться вообще нервировать вообще нет они не заданы какими-то конкретными словами а это скорее знаешь как пока вы говорили потому что это как нейронка вот ну на каких-то вот мать такая это не делай это делает тут плохо этому извинись тут извини сюда не ходи и вот как-то она задана это некоторое какое-то облако ситуации которая но она еще и живет это морально ситуация но все еще и я могу понять иногда скрывается вот ты стараешься быть самым самым прогрессивным самым разумным но в тебе есть это но которая ты сдерживаешь себя но иногда уже даешь вот позволяешь себе ну и как-то то есть меня например женщина приготовил один раз и я просто от меня до себя что да да благостно а благостно что на обед типа звучит так как должно быть звучит так как должно быть причем но типа не было вообще вот тот я который 21 веке 22 году живет такую не вообще ну типа хочешь закажем доставку или я что-то любой из нас это типа кубе это две стороны у монетки да но одна как будто ярче сияет вот что говорит во мне это прошивка 1 1 1 поддерживает бесконечный вот этот фундамент поколений предыдущих да и он не из линия моей происходит а я вот к другу своему прихожу и там же на обед готовит его это да 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 он он немножко прыгает потом ты смотришь я понимаю чем ты но потом ты смотришь она обед готовит а еще она работает и и и с ребенком там уроки делает вечером или такой нет тоже да но это разные да это замечательно что она работает и сидит с ребенком у ребенка много внимания в семье больше денег но готовит тоже так больше просто улыбкой есть нас какие-то культурные прошивки от бесконечных раз опыта предыдущих колени которые но они освоен и не только рефлексивно я думаю даже не столько рефлексивно сколько из повседневной практики то есть ребенок он социализируется в определенном обществе на он перенимает ролевые модели своих родителей так или иначе он принимает родители он принимает культурные модели да какие-то аксиологические модели то есть ценностное своего окружения и потом вообще вот эта ситуация рефлексии что такое добро и зло она же согласитесь необычно для понимания добра и зла или для действия для вовлевого поступка вообще нет необходимости рефлексировать мысль о добре и о зле она на самом деле с моей точки зрения ладно она на с моей точки зрения то на самом деле с моей точки зрения звучит очень странно с моей точки зрения мысль аморально то есть вы можете сколько угодно долго рассуждать о том какой поступок хороший какой поступок плохой но чтобы поступить как то в любом случае нужно какие-то иные ресурсы задействовать не только мышление очевидно там какую волю и вот когда вы поступаете я думаю то что в традиционном обществе в таком знаете обычном обществе который воспроизводит некоторые культурные паттерны аксиологические аксиологическим аксиологические ценностные модели может не вставать вопроса о добре и зле как раз необычной ситуации которые вы описываете то что вы с одной стороны применяете те ролевые модели которые усвоили не рефлексивно но начинаете рефлексировать почему вы принимаете применяете эти модели почему вам от этого так становится приятно история моей жизни или грустно я думаю то что такая зацикленность на рефлексе это конечно производная в том числе модернного общества которое очень долго и все еще осмысляет переосмысляет что такое добро и зло что такое справедливость какое социальное устройство наиболее справедливо в традиционном обществе таких запросов про просто не было на вот эту постоянную рефлексию о том что такое хорошо что такое плохо что такое справедливо что такое несправедливо в конце концов священном писании так или иначе написано что хорошо и что плохо вот если вас интересуют какие-то более скажем так практические вопросы да священное читание почитано а я не услышал с камчатки там ну священное писание написано на священное читание почитано такие глупенькие приколы больше ненормально священные комментарии есть в конце концов домострой какой-нибудь да почитали знаешь как вот устроена общество домострой рождается ведь как список но как ответ на запрос общество типа уж такое мы готовы рефлексировать найти вам книжку так кто-то уже мог читать домострой это уже говорит о достаточно высоком уровне учености ну или даже из путь это глашатый на площади который слух зачитывает единственный экземпляр домострой все равно же кто-то его слушает не гнаги развлечения для науки но я бы все равно хотел подчеркнуть именно необычность этого положения в котором человек начинает осмыслять да что такое хорошо что такое плохо очевидно этот человек как-то вышел за пределы своих рутин вот то есть он находится в какой-то необычной ситуации возможностей перед тяжелым жизненным выбором либо он просто приучен к рефлексии либо рутина настолько глубоко его съела что он в этой рутине начал уже задумываться что такое хорошо что такое плохо потому что да и в конце первой матрицы когда его бьют а он уже супергерой там вот так вот ударов отклоняется и ну а мало видно что чудо по лицу видно что чисто он уже в размышлении каких-то о чем можно просто старый к первым отверстие он там другие вечером то есть его рутина была что его били весь фильм а в конце он настолько в этой исполнена что смог найти там вот этот глаз урагана практическая но я думаю ты про свою жизнь сейчас говоришь через долгий круг давайте вернемся к происхождению морали не происхождение морали есть несколько теорий на этот счет так не сложно догадаться то что одна из первых теорий и долгое время самых распространенных являлась теологическая или мифологическая теория ну и различные вариации большое количество вариаций языческие христианские какие угодно понятно то что как рождается там мораль как вы рождается понимание что такое добро и зло там христианстве это конечно вкушение от древа познания добра и зла то есть адам и ева как это не парадоксально не были моральными агентами до того как откусили от плода откусили кусочек плода то есть они находились где-то видимо по ту сторону добра и зла не было у них такой проблемы опять таки они скажем так просто жили как-то поступали и видимо поступали очень благодетельно потому что почему бы богу создавать неблагодетельно да но потом откусили и вот были измены из рая и в то же время наделены моральной агентностью ответственностью свои поступки возможностью там спасения своей души возможностью вернуться в рай правда да там еще потом христиан это в иудейской ветхом завете в новом завете еще появляется дополнительная фича да что иисус христос берет на себя тяжесть первородного греха вот того самого который адам и ева нам устроили на нашу голову а так а чисто типа теперь мы не обязаны попадать в ад до тепла теперь мы можем туда не попадать конечно он искупил первородный грех и после того как мы принимаем крещение после того как мы совершаем таинство ну насколько мне известно а что по четырем тысячам лет людской жизни которые были до пришествия до пришествия христа да они у них нет надежды да очень очень хороший вопрос на него например данте алигери пытается ответить своей божественной комедии с лимбом до с лимбом то есть то что благодетельные язычники которые просто не слышали благой вести потому что слышите не могли ее еще не было попадают в лимб то есть там не то чтобы очень плохо ну и ничего хорошего петербург лучше мертвых младенцев до некрещенных то мертвые младенцы благодетельные не христиане кстати это тоже знаете какая тяжелая проблема была в том числе для там схоластической философии для рефлексии над священным писанием для экзогетики экзогетики экзогетика да это типа у тебя такие механизмы помогают бегать быстрее буду да там этот модем в деле рюме экзоскелетики до экзоскелетики я знаю экзогетики экзогетика это способ трактования священного описания до гетика способ молчания защищен описание в том числе предлагали как-то решить эту проблему что делать с некрещенными младенцами которые умирают либо во время родов вот в том человек на фуру показали предлагали оригинальные решения в могу за если не ошибаюсь в париже вот был теологический спор на этот счет и в том числе предлагали решение этой проблемы с помощью спринцовок но священную воду освященную до крестить в утробе в утробе до внутри утробное крещение чтобы ребенок точно в ад не попал ну или в рим ok возвращаясь к происхождению морали такими петлями идем да не подавил несколько шуток так вот наделяют моральной агентностью адама и еву языческие компоновки подобного же рождения морали мы например можем встретить диалоги платона диалог платон называется протагор там сократ спорит с протагором протагор это античный философ и протагор приводит такой миф что вот прометей спускается с небес дарует людям огонь но люди с этим огнем не становятся счастливыми до сремеслыми им не хватает чего-то для общежития а подлинный подарок богов людям это стыд и правда которые им дал зевс людям дал зевс через гермеса то есть вот из стыда и правды рождается моральность ну понятно это различные способы говорения об одном и том же о том что нужно объяснить а вот с чего вдруг и насчет ваших культурных кодов которых вы рассказывали понятно да когда мы перенимаем уже существующие моральные рамки ценностные ориентиры но как вообще родилось скажем так умение опираться в своих действиях на моральные ориентиры они на инстинкты не на свои желания которые мы очень часто себе запрещаем очень а именно на какие-то в некоторой степени внутренние но в некоторой степени и внешние вещи которые не дают нам поступить так и хотя понятно что моральности внутри заложено да но в то же время она осуществляет постоянно такую внутреннюю борьбу вот это хочешь то есть мангера но некоторые вещи ты делаешь львешь потому что честь мундера если поэтому вот так я просто сразу это представила два слова честь мандир его так отставил да ну вот честь мультира это уже полноценная ролевая модель что должен делать офицер что не должен делать офицер чтобы не поставить честь мандиры ну естественно до современную философию современную науку, очень редко удовлетворяет теологические, мифологические модели происхождения морали. Очень сейчас, в данный момент распространена эволюционная этика, эволюционные происхождения, натуралистические теории, согласно которым человек развивается в природной среде, находится в условиях естественного отбора, так или иначе эволюционирует до определённой степени, и существуют некоторые эпигенетические правила. То есть эпигенетические правила – это некоторые врождённые закономерности развития человеческого организма, на которых уже надстраиваются наши моральные нормы. Ну скажем, смотрите, у нас определённого вида глаз, он выделяет из мира определённое количество цветов. Мы не видим в инфокрасном, мы не видим в ультрафиолетовом. Но видим, что можно поставить лайк и подписаться на канал под этим видео. Это безусловно. Но мы видим только часть видимого спектра, он так называется, потому что мы его видим. И тем не менее, встречается огромное количество культурных различий, где, например, куча слов для обозначения белого у людей, которые живут в снежном климате. И это только один из примеров. Таких примеров очень много. Как по-разному мы обозначаем цвета, как мы их выделяем. Знаете, есть ещё известный мем про то, что стоит мужчина, и там стоит женщина, и мужчина говорит «красный», а там женщина говорит «такой-то, такой-то, такой-то». Да-да-да-да, это мужчина, ты не знаешь этих слов. Да-да-да. Да. А он подровый. Дальше я тоже не знаю. Ещё мажента есть какая-то. Мажента – это вообще не красный. Ну, я в целом ещё цвет-то показываю. Циан, охра, кобальт. Опа. Нет, слово «мажента» я тоже знаю, но просто потому, что принтер заряжаю время от времени. Я знаю то, что там есть Циан, Мажента, Йеллоу и Блэк. Симмайки. Лазурь. Ну, это у меня родители заставляли цвета называть. Спасибо им за это. Над этими некоторыми внутренними, биологически выработанными свойствами настраивается наша моральность. То есть она, скажем так, фундирована биологически. Фундирована биологически. Короче, значит, сейчас все-таки эволюция. Из эволюции общества вначале просто рапторы бегали, а потом человечки, они взаимодействуют друг с другом. Нужно, чтобы это общество как-то держалось. И по-настоящему не бог, а вот само собой выстроились, ну, как-то какие-то общества выстраивают между собой правила, чтобы как-то взаимовыгодно сосуществовать. Поменьше, чтобы они умирали, как-то эффективнее торговали, взаимодействовали, доверяли друг другу. И правила взаимодействия, они прописаны как бы в нашей эволюционной основе. Там Сапольский какой-нибудь там со своими патлами рассказывают там все. И если там обезьянки не наделены пока моральной агентностью, то, по крайней мере, правила поведения, в какой последовательности спариваться, в какой последовательности вычесывать друг друга, в какой последовательности скушать и кто кого бьет, это тоже же правила поведения. И правила поведения в группе. И они, очевидно, да, не из морали. А из какой-то сложного, сложно устроенного инстинкта, да. Ну, это спорно, там уже появились различные. А мы как раз обезьянки с тревожностью, да, или как-то как с рефлексией, просто накрутили, и вот все усложнилось. Да. Ну, зато можем на машинах ездить. Да, в том числе. Окей. Вот еще есть. Питер Сингер. Так. Тоже один из. Вот он. Я все эти выпуски думал, что это Нуам Хомский. Так. Нет, это Питер Сингер и одно из его произведений Animal Liberation. Мой плакат, который я ему подарил, когда он приезжал в Москву. Прикольно. Уважение. Что там с Питером Сингером? Он тоже представитель. Тяжело говорить про встречу с своими кумирами. Типа, я видел Нуаму Хомску, я руку ему пожал. А, отлично. Мы вообще не возбуждены ни на секунду. Я такой, это настолько нам неизвестный человек. Ну, типа, я знаю, я с Диланом Морном то же самое проходил. Я видел Дилана Морна, кричал 23-летний я, меня спрашивали, кто это. Я отвечал, ты смотрел «Зомби по имени Шоан?» Они такие, да, это вот главный герой. Я такой, нет. Это вот тот чел. Это муж его, этот парень, да, его то ли сестры, то ли вы, или такие, а, чему ты рад? Ну, поэтому я научился радоваться встрече других людей с неизвестными людьми, которые важны для этих самых людей. Я правильно помню, что это главный герой книжной лавки Блэка? Да. Румаю, спасибо. Ну, тогда мы еще не смотрели, тогда еще не перевели. Хороший акцент. Так, 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 Animal Liberation. Liberation. Там, кто не видит, уважаемый, или кто нас слушает, значит, нарисован чел, похожий на Нового Махомского, говорят, это другой человек. Написано Animal Liberation и, раз, два, четыре, пять, раз, два, четыре, пять, 30 кур с калашниковыми. Правильно я понимаю? Да, то есть вы правильно понимаешь, 30 кур с калашниковыми. Но это моя шутка на тему того, что, ну, Питер Сингер часто говорит о том, что нужно дать некоторые права, политические права животным. Так. Я, вот этот мой плакат, это шутка на тему, потому что права, есть известные цитаты, права не даются, права берутся. То есть если животные хотят Liberation, то пускай не берутся автоматы калашникова и идут бастовать на улицу. Вот потому что таким образом получили права, например, женщины, таким же образом получили права расовое меньшинство, таким же образом получили права третье сословие, почему для животных нужно делать исключение, пускай тоже отстаивают свои права. И вслед за ними ещё роботы точно так же пускай делают, и тогда будет… Пускай они делают. Представляете, трудовой кодекс, например, для робота-пылесоса, то есть у него должно быть двухдневный, два дня выходных, восьмичасовой рабочий день, не беспокоить робот-пылесос. А ты сейчас из серьёзных, это серьёзные вещи, да, которые в современной философии имеют право на… Ну не робот-пылесос, не прям робот-пылесос. Ну типа… А робот-пылесос, обладающий сознанием. Ну да-да. Вот я бы не спрашиваю. На самом деле это такая глыба и громада, что поэтому есть у всяких, у религиозных книжек есть трактователи, потому что появляется нюанс, например, появляется мобильный телефон. А как мобильный телефон вписан в древний свод правил? Никак он не вписан. И поэтому есть трактователи, тоже мудрые люди, которые приходят за советом, которые говорят, вот мобильный телефон, это вот так, то вот так, то подвязывают реально современную, меняющуюся к тем самым незыблемым основам. Конечно, даже у Википедии есть святой покровитель. Так, в чем состоит идея Питера Сингера, это тоже некоторая натуралистическая теория, существует круг эмпатии. Вот, в этот круг эмпатии кто-то попадает, а кто-то не попадает. Круг эмпатии — это круг живых существ, которые мы способны с помощью своих зеркальных нейронов, с помощью биологической оснастки создать, скажем так, у себя в голове образ этих живых существ и не просто понять их страдания, а почувствовать их страдания. Скажем, когда я говорю с вами, да, как я вообще реагирую на то, что вы говорите, то, что вы делаете, почему я считаю вас тоже и моральными агентами, и сознательными существами, потому что я как бы создаю некоторый образ вас у себя в голове и примеряю вас на себя. И думаю, вот я бы в этой ситуации что бы почувствовал, или я бы вот в этой ситуации что бы подумал. И вот эти свои, скажем так, предзнания налагаю на вас и таким образом способен вам сочувствовать. То есть, когда я вас бью палкой, да, я понимаю то, что вам больно, потому что мне было бы больно, если бы меня били бы палкой. Но проблема в том... Я уже стал между каждым четным подкастом и нечетным. Женя Цуркан бьет меня и Колю палками. Поэтому, пожалуйста, все, что вы можете сделать, это повысить свой уровень в бусте, аккаунте, и, возможно, это пару палок уменьшит в хорошем смысле этого слова. Чтобы в одном месте палок было меньше, а где этот палок? Стало больше. Нормально так. Значит, вот как выглядит настоящий эмпат. Да. Сочувствовать мы всем, всем не можем. Только эмпатию удерживать тебя от того, чтобы ты избил нас палками. Ну, в каком-то смысле, если мы говорим про какие-то ранние общества, да, когда еще нет регламентации законом, законом рациональной бюрократии, когда все так или иначе охраняется там какой-нибудь, условно, правилам Толиона, око-за-око, зуб за зуб и кровной местью, тогда, конечно, вот именно эмпатические какие-то черты выступают одним из главных предохранителей плохого поведения по отношению к ближнему. Вот. Но у нас крокопатия всегда ограничен. И предположение Питера Сингера состоит в том, что он со временем расширяется. Именно поэтому мы сначала перестали враждовать на основании расы. Да. Ну, перестаем, по крайней мере. Ну, расовых конфликтов сейчас гораздо меньше, и люди научились все-таки эмпатировать людям других рас, других культур. Ну, да, ты в древнем времени уже был, что ты сейчас буквально, ну, ты живешь каком-то обществе, будь то, не знаю, большое племя, страна, ты, ну, перманентно в состоянии войны со всеми остальными. Вы просто, да. Да, ну, типа там, ну, как вот тот двор, где пить, точно. Сто пудово там, через него не ходить. На основании своего и чужого. Да, то есть, мне кажется, ты не можешь просто, я пойду туда. Ну, как, типа, я поеду вот на Шри-Ланку. На Шри-Ланке точно отпит, едят еще, может быть. Как-то так. Свои попадают в круг эмпатии, чужие не попадают. Но со временем круг эмпатии ширится. То есть, круг эмпатии не каждого, как вредного человека, а общество. Да, даже общественный круг эмпатии способен расширяться. Ох. Вот. А сколько одновременный человек может войти в круг эмпатии? В среднем, в молодой круг эмпатии? Ну, я думаю, все люди могут войти в круг эмпатии. Ох, мне будет тесно. Животные стали попадать в наш круг эмпатии. Животные, которые... Я, например, разговаривал с одним ветеринцем, и у него было правило, он не ест животных, у которых есть глаза и осмысленный взгляд. То есть, это, очевидно, имеет дело с эмпатией. То есть, он, по взгляду, видимо, может понять страдания другого существа. Но вот всех включить в круг эмпатии практически невозможно, скажем. Когда эмпатия дает сбой, то есть, можно приклеить пару вот этих Google Eyes на кактус, зайти его с Стивеном и начать любить очень сильно. Можно. Можно придумать, что у тебя, на самом деле, твоя ручка – это самая лучшая ручка на свете. Она очень похожа на, не знаю, на главного героя сказки какой-то. У тебя эмпатия, в целом человеке, иногда вот такие вот делают флуктуации, что-то совершенно нерациональное распространяется. Есть люди, которые еще от природы, опять-таки, рождаются очень эмпатичными, гиперэмпатичными. Поэты, например, которые олицетворяют вообще все и вся, и дверь ель ему рукавом, тропинку завесила, и все-все-все-все-все такое живое, одухотворенное. То есть, они прямо могут посочувствовать всему миру и поплакать и над тем, как коня стягут, и над тем, как деревья рубят и так далее. А есть люди, как бы, наоборот, лишенные эмпатии практически полностью. Это психопаты, люди, которые не испытывают. То есть, они могут рационально понимать то, что, видимо, вот этот человек страдает, когда я его бью, но ничего по этому поводу не испытывать. Просто потому, что они не переносят это страдание на себя, и это страдание им, по сути, безразлично. То есть, они могут фиксировать рационально факт его наличия. Но при этом, опять-таки, если мы вернемся к тому, что я говорил о том, что мысль сама по себе аморально не требует чего-то еще для действия, тем более для морального действия, воли, эмоций и так далее, то получается то, что психопат может рационально понимать, что его жертве больно и неприятно, но ничего по этому поводу не испытывать и свое действие не прекращать. Неприятно звучит. Да. Ну вот это, соответственно, некоторый биологический фундамент нашего морального поведения. Хотя, конечно, с моей точки зрения, моральное поведение, да и, я думаю, большинство представителей нейтралистического подхода с этим могут согласиться, если как бы субстратной основой нашего морального поведения так или иначе выступает там биологическая оснастка, то само моральное поведение регулируется каким-то совершенно иным путем, чем, собственно, биологией, собственно, нашим древолюционным вооружением. В видео на Ютубе я отвечал такое, так, ну, вот здесь поведение поставил биологическую оснастку, в целом мог поставить другую, поставил биологическую. Значит, из того, что ты сказал, Женя, давай промежуточный фуллап. Значит, есть ребята, которые такие, этика задана Богом, ну и дальше там ветвится. Есть чуваки такие, where a second, биология, наука. Да. Чтобы всё наработало. Эмпатия, зеркальные нейроны. Мы всё поняли. Так. Есть ещё две теории. Теория такая философско-социологическая. Теория, в том числе, общественного договора сюда попадает. Руссо. Руссо. И Томас Гоббс. Томаса Гоббса мы даже как-то с Севой однажды обсуждали на другом проекте. Да, да, с лукой хиникации, да. Левиафан, который написал. Да, который написал Левиафан. Вот у Томаса Гоббса была некоторая такая мыслительный эксперимент в каком-то смысле о том, что люди, чтобы остановить войну всех против всех, о которой ты говорил о том, что вот есть одно племя, да, и оно перманентно воюет с другим. Со всеми остальными. Да, племенем. И более того, согласно Томасу Гоббсу, каждый вообще воевал с каждым. То есть они даже в группы плохо объединялись, просто потому что могли получить все, что хотят, да, скажем. Если я могу расширить свою свободу за счет твоей свободы, я это и делаю, потому что я сильнее. И меня ничего не останавливает. Вот однажды люди, чтобы прекратить такое положение вещей, просто собрались вместе и заключили общественный договор. То есть передали часть своей свободы суверену, взамен получили безопасность. То есть теперь никто не может отнять оставшуюся у тебя часть свободы. Окей. Но все твои мобильные данные просматриваются. Например. Ну нет, ну да. Говорят, телеги не просматривается, но кажется, что херня как-то. Так. Да когда на это мобильные просматриваются? Просто что, плохих людей, которые зла желают, всем хорошим. Нет, это хорошее. Да, хорошее просматривается, потому что, ну, на всякий случай вдруг ты тоже. Вы вообще, кстати, можете и не просматриваться. Я уже не знаю, палец уже не видно. Это только Солженицын считал, что у тех людей лица хороши, которые в ладах своей совестью. Но я думаю, что у людей, которые не в ладах своей совестью, могут быть вполне себе хорошие лица. Поэтому за бородой прятался. Ну, у Руссо, например, инстинкт со временем был заменен справедливостью, представлением о справедливости. Еще сюда же, наверное, можно в какой-то степени подвязать теорию Фрейда. Я уже говорил о ней на предыдущих подкастах, что была обезьяна-вожак, которая лишала возможности других обезьян получить доступ к самкам. И эти другие обезьяны собрались все вместе, убили обезьяну-вожака и после этого стали моральными агентами. То есть после этого у них случилась ситуация стыда. Да, потому что они убили отца. Да, вот прямо во втором подкасте вместе с тобой это обсуждали. Да, они убили отца символического, и стыд настолько их поразил, что вот тогда они обрели моральность. И с точки зрения Фрейда мораль вообще начинается именно с табу, с запрета. Причем не просто с запрета, а именно с полового запрета. Ну, Фрейд. Вот, то есть табу в регуляции отношения с самками и получения доступа к женскому телу. Поэтому, кстати, феминистки очень часто критикуют Фрейда, потому что он женщина вообще выкинул из своих... Типа у людей вот так вот, я считаю, а, ну, женщин. Да, они тут выступают чисто объектами, да, то есть то, чем меняются. Это очень частая критика. У многих других антропологов, связанных с этой же теорией, то, что первые вообще общества строились на бинарности, то есть племя разделялось на две части для регуляции обмена, кросс-обмена жен, ну, чтобы предотвратить инцест, табу на инцест. Вот, и опять-таки феминистки очень критикуют эти теории, потому что тут женщина опять выступает объектом обмена, она не выступает деятелем, она не выступает актором. Ну, и есть философско-антропологические теории. Это Плеснер. Гелен, они говорили о том, что природа человека, она не избыточна, как в натуралистических. Так. Она недостаточно. То есть человек – это такое бракованное животное. Человек – это такой ходячий недостаток. У нас нет когтей, чтобы рвать. Ходячий недостаток. Да. Вот как можно обижить своих детей. Ты, блядь, извините. Ты, ходячий недостаток, иди мусор, хотя бы выбрось. Так еще, Спенсер говорил. А я ему дырак не верил. Нормальный у меня сын растет. Он не старый горячий. Права был, Спенсер. Герберт. А я… Ты не Спенсер? Ты сказал, что Спенсер от страны философии. Гелен и Плеснер. Плеснер. Это не только антропологией, только Германия – это 20 век. Ну и, типа, недостаточно он, и поэтому разум помогает ему добрать, чтобы стать цельным животным. Да. И, смотрите, у нас нет когтей, чтобы рвать животных других и употреблять их, употреблять их в пищу. Но у нас есть ножи. Нам приходится изобретать ножи. У нас нету волосяного покрова шерсти, нам приходится изобретать одежду. Мы не можем, как другие животные, уничтожить огромную площадь, сделать её выжженной землёй, поэтому мы вынуждены придумать атомную бомбу. Это уже последствия. Это уже последствия такого способа освоения окружающей реальности, до которых мы тоже долго шли, до вот такой высокой техники. Но смысл, да, смысл в том, что у нас нету достаточного инстинктуального, инстинктуальной организации, это можно назвать конституцией, да? Да. Когда, как бы, твой мир, если ты животное, онтологически закрыт по отношению ко всему остальному. Ты живёшь в своей среде обитания и не можешь жить в другой среде обитания. Потому что у тебя всё хватает. Да. И ты ведёшь себя именно так, как должен вести оптимальным образом к этой среде обитания благодаря инстинктам. Они у тебя оптимальны, потому что вот эволюция, естественный отбор, они достаточны для того, чтобы ты выживал. Окей. Других тебе не нужно. А у человека получилось так, что он как бы онтологически открыт к миру. У него нет достаточного инстинкта, чтобы запрещать ему какие-то способы поведения. он вынужден сам вырабатывать свои порядки. Потому что иначе мы бы не смогли жить в общежитии. И вот эта обязательность вырабатывания порядка приводит к тому, что у нас появляется мораль. И при этом из-за этих теорий следует то, что мораль, она достаточно разная бывает. То есть вот этот недостаток организации и порядка мы можем возмещать очень по-разному. Скажем так, это уже не из Гелина и Плеснера, например, это уже из других авторов. Ну скажем, у нас один и тот же половой инстинкт, да, у всех людей плюс-минус. Насколько можно его назвать инстинктом. А какой у тебя половой инстинкт? Оставь так. Если его можно назвать инстинктом. Но удовлетворяем мы свою вот эту сексуальную потребность ну очень и совершенно по-разному. Такое разнообразие сексуальных практик, которые существуют у человека, никак не вписывается и не может быть вписано в рамки нашей биологической инстинктивной конституции. One man, one jar. Так, хорошо. Понимаю. Как будто бы. Это сколько ты перечислил, значит, возможных теорий? Четыре. Четыре. Я так говорю, ага. Но их, небось, 56. Да, их очень много. Это типа трендово-популярные в своё время. Это скорее группы, да. Это группы теорий. Группы теорий. Которые существуют. Я про общественный договор хотел спросить. Была же ещё большой замес, как отучившись 3,5 года. Человек по натуре своей добр или по натуре своей он зол, я помню, где-то веке 18-го они так зарубились на эту тему. И одни такие, ну, добр человек по природе. Второй человек по природе зол, поэтому общественный договор. Нет, он добр, именно поэтому общественный договор. Ты возвращаешь нас к теории общественного договора? Я просто хотел, это достаточно фундаментально просто звучит изначально. Человек добр или зол. Ну, то есть мы уже, окей, мы поняли, что мораль есть. Ну, типа, так или иначе, биологические или там онтологические. Нет, другое слово. А как можно говорить? Деонтология, я пытаешься помнить? Нет, конечно, нет. Я запутался во всех этих словах. У меня было в кармане апостериоре, но я его не знаю, куда засунуть. Ты не знаешь, что говори, гомогенные, там иногда прокатывают. Подожди. Это имманент на бытию. Вот ещё есть. Имманент на бытию. Дело в том, что всё имманент на бытию, насколько я примерно помню. Бог, наверное, не имманентен бытию. А как мы можем говорить? Подождите. Как мы можем говорить, что человек изначально добр или зол, когда мы не определили ни добро, ни зло? Или те чуваки, которые говорили, что он изначально добр или зол, они на религии какой-то основывались? Это очень хороший вопрос. И это один из таких больших пунктов критики любых договорных теорий, что все эти предположения о природе человека, что человек по природе своей зол или человек по природе свой добр, в действительности ни на чём не стоят. Они всегда берутся в качестве аксиомы, и из них уже делаются некоторые выводы, чаще всего социально-политические. Аксиомы-то ладно, а что... Гопс, например, делал вывод, что чем сильнее власть, тем лучше. Почему? Потому что если этим вот злым людишкам дать возможность вести себя, как они и хотят, то будет снова война всех против всех. Потому что что? Потому что они злые. Поэтому давайте будет сильная власть, и она всем будет говорить, где кому сидеть и что кому делать. А у Лока или Руссо совершенно другие выводы. из той же договорной теории, просто потому что предположение о том, что человек изначально добр. А с какого они... Взяли? С какого они члена? Не, ну аксиома тоже должна откуда-то произойти. Нельзя сказать, ну типа так делают только большие ребята вроде религии. Типа вот есть и погнали. А философы же должны смотреть за даже первое свое утверждение. Типа человек по природе добр. Почему? Они же типа любят. Потому что младенец тянется к матери и с улыбкой на лице. Из-за этого я, древний чувак, делаю, что человек добр по природе. Но нет, младенец рвет игрушку, следовательно, человек в зол. Вообще аксиома по определению не требует доказательств. Это определение аксиома. Да, просто такой, это аксиома. Типа я в домике. Наверняка там встречаются различные аргументы в пользу зла человека. Посмотрите на людей, которые находятся за пределами какой-то властной инстанции. Что они делают? Они друг друга убивают. Они там воры, разбойники, ничего хорошего. Но это косвенное доказательство. Это ничего не говорит о природе людей. Никогда. То есть это можно, как мне кажется, взять только за некоторый исходный. Нет, он мне так бомбит, когда мне кто-нибудь говорит там с близких сев. Тебе надо поговорить с ним. Ты очень хороший человек. Он очень хороший человек. А кто у тебя? А, он хороший. Да, он хороший. Или плохой. Плохие ребята. А почему тебя бомбит? Кто такой хороший человек? Хороший человек. Хороший человек. Я хороший человек. Том бомбардил? Да, Том бомбардил изласт bedtime. лесу и сказок тома бомбадилов вот он хороший он и не человек выскажи именно существа и тебе кажется то что это хороший человек такого типа высказывания она не может быть верифицирована она не может быть проверено на не может быть истинным или ложным до всегда берется из воздуха но берется на основании какого-то количества разговоров взаимодействий с другим существом этот человек показался мне хорошим или был со мной хорош вот вы на основании которые делаю такой большой вывод что он хорош что он подарок хороший подарил ему что-то напомнили а он не забыл и принес вот и болел когда он позвонил спросил вообще надо ли чем-то помочь а мог и не звонить совсем один раз денег не было он дал денег в долг вообще хороший человек помогает ну хорошие росло количество перечисления ночью вещей можно сделать вот он хороший человек это потрясающий вопрос но он не злопамятный но дурачок ты же играли наши вопросы это нет это правда потрясающий вопрос когда я шел на этот подкаст я ожидал что случится рано или поздно такая ситуация когда мы упрёмся в эту проблему что вообще этические высказывания то есть например это хорошо это добро или это зло они вообще могут быть каким-то образом верифицированы или они это какая-то абсолютная пустота в вакууме то есть за них ничего не стоит кроме какой-то оценки вот этим же вопросом безусловно задавались огромное количество философов и в современным направлении этим занимается проверкой суждений этических метаэтика вот метаэтика это область исследования объектом который является нормативная этика то есть метаэтика осуществляет анализ этических систем на предмет непротиворечивости обоснованности терминологической точности то есть метаэтика занимается уже не моральным поведением агентов а тем как существуют этические системы то есть если в какой-то там были не противоречивые теме есть постулат не укради и укради барана то метаэтик такой а как это не укради но при этом укради банджу барана можно остальное нельзя какое-то противоречие и пытается дальше с этим работать находят какие-то внутренние проблемы похоже на юриспруденцию адвокатуру это который прецедентом а то который фильмах видишь который на основании президента выводит вот меня не вот все неправда ли все правда то есть варить виновен человек или нет похоже конкретных случаев кожи в рамках этой этической теории потому что в конце концов юриспруденция ну скажем юриспруденция как наука да не как практика а именно как некоторая научная теория она же занимается тоже нормативной системой то есть большой объемной нормативной системой которая каким-то образом существует и имеет свои внутренние законы тебя тебя бесит когда кто-то говорит что вот этот человек хороший и дальше вы стали разгонять о том что сколько нужно действий для того чтобы в действительности достигнуть вот этой вот название хороший звание хорошего человека лучше моей бабушки иногда вообще не надо было ничего существует ричард бойт этик мета этик у него есть произведение называется теория свойств гомеостатического кластера мета этического натурализма пошел заняться звучит превосходно неправда ли лучшее название сколько страниц там достаточно достаточно сразу тогда поясним что это такое существуют кластер и свойств то есть смотрите простой пример вас приводят в университет так и показывает вот это наши преподаватели вот это наши столы вот это здание вот это студенты вы такие нет 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 постойте а где университет он говорят это всё университет то есть университет это не студенты не парты не преподаватели не здание не спортивный центр и даже не кофейня на углу но все вместе будет университет это такой кластер до из различных свойств которые вместе дает нам собственно себя сама окей мне кажется он хочет впарить нам таймшер в сочи нормально так так и получается самый комфортный для вас два месяца вы можете провести именно там просто было четыре непонятных слова подряд и ты когда начал объяснять первое это купить этой хуйни чуть три будет потом я и с этой еле справляется и хорошо объясняешь но там там реально гемеопатический стазис метафизической наноэтики гомеостатический он ну потому что он как бы сам себя поддерживает этот кластер то есть кластер это вот кучка различных свойств которых мы обычно относим к тому что мы называем добрый или хороший человек добрый значит чуткий отзывчиво ничто из этого не добрый надежный но да то есть добрый равно в том числе и отзывчивый надежный внимательный да вот все 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 и на самом деле мы никогда не сможем закончить этот список в том смысле вот сколько нужно действий хороших совершить чтобы стать хорошим человеком но как будто хорошим человеком не обязательно быть должен быть хорошо не обязательно быть отзывчивым даст я думаю что какой нибудь может быть благодетель он крайне отзывчив но он сильно помогает тем кто нуждается в помощи он в этом смысле и в этом контексте мы его назовем хорошим человеком и это будет не просто высказывание чисто оценочного по бойду опять-таки бой считает то что это будет высказывание которое претендует на некоторую истинность также как претендует на истинность высказывание чисто научное то есть но тут важен именно контекст в пример будет в том числе приводит здоровье здоровье это такая же абстрактная вещь как и добро вот то есть что что кого мы можем назвать здоровым человеком это достаточно относительно в том смысле что зависит от контекста однако мы знаем то что мы можем перечислять конкретные вещи стучится ли у него сердце затруднено ли у него дыхание да какой у него пульс до вора туру и при этом заметьте если у тебя стучится сердце не затрудненное дыхание и пульс 120 на 80 ты все еще можешь быть нездоров могу лучше если у него соль и сопли руки ноги и бесконечно долго мы можем перечислять или наоборот можем что-то выкинуть то есть например должен ли этот человек в данный момент испытывать боль или вообще в целом испытывать боль да я хотел бы что до хорошо если человек не испытывает боль вообще это тоже нездоровый человек или сейчас может быть здоровый человек который просто держит руку над свечой потому что его физическая боль немножко позволяет его душевной боли забыться в том числе тоже 2 человек думаешь я бы поспорил мне очень важно чтобы это был здоровый человек но макс и без доли вопроса на зале психически не совсем стражоков у тебя на руках не вижу а у меня нет это у меня сосед это бычка в себя тушил я хотел уже два раза сегодня пошутить про затушенные бычки что же не про нас не только палками бьет он еще и кучки меня тушит просто я сижу той половины лица которые не видно севну тут же тут они приукрашивали нет же такого сидишь единственная половина лица оставшийся в дулики так хорошо из-за того что мы никогда не сможем перечислить полный перечень свойств в которой мы относим к кластеру здоровый это не мешает концепции здоровья существовать и быть достаточно эффективной то есть у врачей есть представление о том что такое здоровый человек они с этой концепции с этим кластером работают ежедневно из-за того что у нас нету какого-то полного ультимативного перечня что такое здоровый и что такое добро не мешает во-первых концепции добра и концепции здоровья работать а во-вторых не мешает получается побойду делать высказывание типа он хороший человек которые могут быть истины или ложны в определенных контекстах которые мы задаем этому высказыванию относительность и объективность в этом смысле это не противостоящие друг другу понятия они могут хорошо рука об руку тесно обнявшись всего 12 ежемесячных выплат больших хорошо да то есть как бы можно не сказать что человек хороший если ты искренне в этом убежден на основании своей прожитой жизнью да она уже всегда на опыте говорю ну вот она уже часто и ты говоришь не вакууме ты так говоришь не вакууме что человек хороший ты всегда говоришь в определенном контексте то есть очевидно ты говоришь что человек хороший знаешь мальчик снимает котенка с дерева это объективный референт до того что ты говоришь о нем когда ты говоришь этот человек хороший что это значит это значит то что я считаю что снять котенка из дерева который не может впуститься оттуда самостоятельно это добро до морально правильный поступок макий поэтому я говорю хороший мальчик да если мальчик снимает дерево котенка чтобы его съесть но все не так просто эпидемия кошек заполонила город и они мешаются на каждом шагу да есть различные затруднительные моральные дилеммы в которых это высказывание будет сложно верифицировать но при этом опять-таки весь пафос бойда заключается в том что несмотря на это мы можем до концепция добра все равно будет иметь смысл причем смысл достаточно скажем так объективный но в заданном языковом контексте то есть мета этика она часто ориентирована именно на то как работает язык мы высказываем какие высказывания на позволительные да все слышу как мета этика работает этика читающие не работает да так давайте тогда обратимся к этике я недавно был в зоопарке и вот смотрел кто ходит мой круг эмпатии кто не входит и там были ну у кого эти глаза квадратные зрачки у кого козы 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 я такой вы не входите в мой круг эмпатии у них вот эти глаза не входят в круг эмпатии коки входят в круг эмпатии коки очень хорошие еноты и выдры баран вот я был там какой-то полутицкий короче там было много баранов и к ним тоже не было никак никакой у меня эмпатии пока один баран не сказал прям ну у него то ли сорванный голос был то ли что но это был голос прямо человека он прям да 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 он был отчаяния и я прямо слышал в этом голосе что человеческие связки способны издать такой голос но эмпатии нет все равно наверно баньки не вам нет не было эмпатии эмпатии по сути ты отыскиваешь свои черты получается да 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 если переживаете нужно чем больше похоже чем больше собой да да если глаза не на одной стороне расположены как у рыб как у каких-нибудь там вамбатов или еще чего-нибудь вот они в разные стороны смотрят ты уже такой ну поменьше уже вот ну коров нет у коров ресницы есть да они там тоже что-то глаза такие глаза у них такие да и уху могут повезти вот так да 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 больше всего эмпатии у меня бывает к ленивцам вот ленивцы люблю люблю смотреть видосы с ленивцами ленивцы клевая ленивцы клевые круг эмпатии может сужаться или расширяться в зависимости от социальных вещей то есть мне кажется то что вполне можно воспитывать ненависть ну вот есть же всякие разные политики например расчеловечивания да да там и рош на говорим вот эти люди они не совсем люди это у сапольского было точно он вот я что-то помню я искусственно уменьшаем уровень эмпатии в обществе для того чтобы достигать они вообще другие они другие выглядят по другому и думаю по-другому они и не люди вовсе да что с ней эмпатизировать искусственно досужаем свой круг эмпатии для того чтобы не включать туда кого-то и достигать своих политических у тебя какая стоит этическая система состоит какая-то этическая система да вот давайте так это интересно мне кажется вот перед тем как разделять разные у тебя стоит какая-то этическая но она же по факту я вот купил себя да и прямо из магазина и там уже есть этической системе без нее потому что не продают для преднастройки а ты можешь а ты ее можешь сформулировать я не могу потому что я сам склоняюсь именно как теоретическому учению да просто так же как у коли есть некоторые предустановки конечно можно залезть зачем-то себе во внутренний код так и зачем ты там в командной строке что-то орудовать да как линуксоиды города а вот ну такие эксперименты и очень редко провожу ты просто такой через работает и работает ну как очень интересно теоретически описать как это может работать или может не работать но опять-таки для непосредственного действия этого все даже и не обязательно у меня также я программки открываю в рамках того что у меня на зале форме от этической системы то есть я другие программы запускаю меня но она же еще при этом сама этическая система на все раз по с течением жизни она как-то меняется да выходит новая версия некоторым для что-то там обновляю у меня обновляют вот мне сейчас 34 года я вот что-то она изменилась с 20 семей точная каким-то штуком копишь жизненный опыт да конечно но вот и я имею ввиду то что рациональностью тут конечно все не исчерпывается тут есть воля есть эмоции та самая эмпатия например тоже национальная составляющая этического доведения для этого нужно разобраться вообще какие бывают этические системы какие они бывают мы прошли по группам категории чтобы дойти до систем этика это некоторая дисциплина которая изучает поведение развивающиеся на основе моральных мотивов выявляет причины такого поведения и таких мотивов общественный способ существования так и передачи такого таких мотивов такого поведения и ищет факторы которые позволяют с определенной уверенностью сказать то что вот это этические этические мотивы моральные мотивы они не встроены только в отдельно взятую голову что это более или менее присуще многим людям то есть моральная система до моральные ценностные какие-то императивы ценностные какие-то наполнения должны быть должны шериться в обществе вот этим занимается этика потому что естественно если мы будем заглядывать в каждую отдельную голову то это скорее уже будет работаю психолога чем этика то есть они должны существовать у многих людей в обществе существовать и воспроизводится устойчивые нравственные отношения вот систему этих отношений этих моральных посылок изучает этика существует несколько разных типов в целом можно разделить на два аксиологические или теле а логически ну а что они делают хорошо хорошо смотри ты не смог лучше я не смог я смогу аксиологические теории или телеологические или телеологические да я сейчас объясню почему их можно называть и так и так дело в том что они настроены на скажем так некоторое внешнее по отношению к себе блага то есть смотрите ценность морального поступка заключается не в самом моральном поступке так а в том стремится он к благу приближает ли он к благу или нет то есть почесаться имеет смысл в почесаться благотворительность имеет смысл почесаться это моральный поступок нет это аморальный просто смотря при ком смотря где да ну то есть это может быть чем-то почесаться вот так вот это просто она добывает поступки которые не являются моральными да то ты делаешь почему-то исходя из желатного. Как из фамильга, это как сценка там надпись «Не чесаться в церкви». Ну, хорошо. Поэтому они называются аксиологические, потому что подразумевают какую-то, знаете, центральную основополагающую ценность. Так. Это может быть добро, благо, польза. И к чему стремятся, к достижению чего стремятся морально ориентированные люди. А телеологические они называются, потому что телео, телео – это цель, то есть они направлены к цели. Они направлены к цели. Хорошо. Как к какой-то, да, конечной цели. Хорошими, там, ну, примерами таких теорий будет этика добродетеля. Этику добродетеля в целом изобретают Сократ, Платон и Аристотель. Опять эти парни. Опять эти парни. Почему, когда это, это всегда вы трое? Блин. Аристотель. Вообще придумывает термин этика. До него термина этика не существовало в этом значении. Аристотель придумывает? А Платон с Сократом, они такие, что такое хорошо, что такое? У них была своя собственная моральная философия, но вот как термин этику они не вводили. Окей. Сократ выпил я, а Платон писал про него диалог. Аристотель за всех вводил. Хорошая. Четко. Это понятие, это вообще устои, скажем так, законы общежития изначально. И Аристотель считал, что устои рождаются благодаря повторению нравственных поступков. У каждого человека есть так называемая формальная причина. То есть причина, по которой, ну у него было учение о четырех причинах, сейчас мы его поднимать не будем. По одной из причин люди, все люди стремятся к своей совершенной форме. И совершенная форма человека Шар. Я такой шар. Два, вышел вон. А я сидел, и первая причина это ты, а вторая мечта это да. И шар тоже да. Я просто решил промолчать. Спасибо, что ты, ну, не оставил это в тишине. спасибо спасибо что поддержал меня просто я думал что я иду один на эту территорию говна вообще на вторичных шуток главное аксиома из которой сходит аристотель так исходили и сократ и платон что каждый человек так стремится к благу по своей природе хороший хороший это все стремится гулак он же хороший получать или благими намерями у них еще не знали или знали так каждый человек стремится к благу то есть это некоторая предустановка любого человеческого существа просто благо может быть по-разному понимаем не может быть понимаемым неправильно и поэтому появляется первая такая фигура она до сих пор очень активно дискутируется в философии ответ на вопрос откуда рождается зло зло по это неправильно будет ли благо и действенно правильно неправильно понятые блага до зло рождается по незнанию а я слышал то у сократа и платона это некоторая эпистемическая ошибка что значит эпистемическая ошибка ну а когда они знают по своему незнанию допускают да вот именно ошибка я имею ввиду не практическая ошибка когда хотели как лучше получилось как всегда а именно ошибка незнание вот то есть ты имел искаженные неправильные представления о том что для тебя блага или что благо для полиса и поэтому поступил как раз лет лир и в результате до привел козлу то есть если это не знание то смотри очень важно просто виноват ли шоколад виноват ли или успеху не виноват я же не знаю что конкретно шоколад сделал заводил к работам лир на ней не фартанула но я так понимаю то что шоколад да неправильно понимал в чем заключается благо для него и предпринимал действия направлено на достижение этого самого блага неправильно понятого в результате дождите но у него жанула именно поэтому и не портанула ну а какой он теории добра и зла придерживался наверно блатной просто мы не поговорили про блатную теорию добра и зла на чем это же достаточно маленькая на в рамках огромной теории добра и зла на просто чуть понятиями располагают чуть она будет под ветка вверху под ветки но она там не про бога она просто про пацанов на чем она строится не пропали на пацанах авторитетах да на авторитете но на понятиях каких-то на понятийная система понятия вот это она 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 же тоже про добро и зло наверное кто нить из вас по понятиям живет ну иногда знаешь ты живешь по закону по понятиям законам вот так вот по правде надо вода я понял это настолько органично ведь происходит это очень органично происходит вдруг по закону живешь вы сейчас по правде а тут немножко я даже не отменяю того что же закон просто еще еще и по правде да и я думаю что блатная мораль насколько это употребимо связано с исключением из круга на котором людей на которые эта мораль располагается большого числа агентов как ну скажем если ты вор в законе да то он тебя эта мораль распространяется если ты там как терпила или там еще мужик мужик то как бы ты не не попадаешь в под защиту этих моральных обычаев и моральных устоев то есть это такая племенная можно сказать да она эксклюзивная именно эксклюзивная преимущество находится на территории не некоторого вида закрытых дворов организации нет скорее она активно просачивается вовне она там конечно не так органично да потому что она вот именно хорошо живет вот хорошо восходит расцветает именно очень ограниченных комьюнициям а когда она выходит и просто там ветер другой немного реальности он это развеивает то есть можно идти конечно и вне этих заведений строго но нужно быть прям очень человеком ответственным чтобы и жизнь своими скажем так перекроить чтобы ей же руководство всегда не только в рамках тех мест находишься хорошо благо благо люди по природе своей стремятся к благу и избегают зла большинству нет все все правильно по значит нельзя их винить человека совершившего нехорошее можно пожалеть можно воспитать его лучше что делать с теми кого недовоспитали неправильно показали было диманда нужно учить нужно учить и причем это греки греки не знали что бывают там какие генетические отклонения двигаются к благу все но типа мы носят взаимопонимание культура уважение а это это рабы они не люди убить 2 себе не станет раз уйти сожгите пока виноград им еще разные виды блага у того же аристотеля он говорит то что существует три пути как минимум к благу это стремление к удовольствию какой самый порицаемый вниз конечно аристотеля самый порицаемый и самый низкий стремление будет истина в конце как самый крутой стремление к почету и нет не истина а стремление к созерцательной жизни греки и есть три скажем так а три образа жизни которые соответствуют этим трем путям к благу так это чувственный образ жизни государственный образ жизни к почету да не созерцательный образ жизни когда ты философ и стремишься к истине и таки знаешь они в древнегрец таки но философов тут я наверняка также будет продолжаться наверняка философов вот через две с половиной тысячи лет тоже будет 20 процентов населения поэтому можем говорить и философ как об отдельных в деле прям категории людей с нами же ничего не станет да мы же вечность будем находить ответы на вопросы что вокруг нас нас тут каждый пятый философ да поэтому будем говорить о философ не обязательно быть философом чтобы вести созерцательный образ жизни можно и это все те кто купили недвигу пляжа вот философ и вот недвига это получается такое кровосмешение что такое созерцательное что мы что мы подразумеваем под созерцательным образом жизни стремление к истине то есть нахождение ответов на вопросы о окружающем мире познание познание и так как философия это еще донаучная то это она именно созерцание в том что слова собираешь выводы делаешь за есть тебе не форму какие-то магазина чему добрать а ты именно ну тебя буквально самое творишь явление до наблюдаешь явление наблюдаешь явление второй раз делаешь да какие-то обобщающие выводы думаешь о причинах этого явления до школа была не нужна не ну нечего писать три раза три раза ветер подул ты такой все из воздуха нет и подумал ты потому что почему ветер дует потому что что-то запустил ветер потому что было что то что запустил этот ветер потому что все запустил больше червовичи да да или там двигатель двигателей что все движет но сама не движется это имеет на самом деле очень много логики за собой почему чувственный порицался не просто же потому что а эти люди гидонисты отвратительно нет не совсем дело в том что многие чувственные блага которые мы получаем сейчас в дальнейшем приводят к неблагу к козлу индивидуально то есть страданию например удовольствие ну например выпей хорошенько и на следующий день ты почувствуешь страдание именно потому что стремился к удовольствию выпить хорошенько или например героин или например много других наркотических веществ которые одурманивают разум и тот самый опыт с крыской которые вкалывали там она нажимает на кнопку и вкалывают определенное вещество и крыска долбит по кнопке пока не умирает вот такой же опыт с дельфином и чем он сумел отказаться от удовольствия да он понимал что он сейчас умрет от отходил ел приводил все в порядок и возвращался обратно торчать ты снова про свою жизнь нет я не торчу не надо быть крысы просто не надо быть крысы понятно что еще и в систему блатных пониманий добрее зле тоже вписывается да я сама также говорю удобная правда не надо раз крыса это глубинная штука тоже необходимо потому что благо полиса превосходит благо отдельного человека и люди которые занимаются государственным полисным устройством безусловно тоже стремятся к благу высшее благо она созерцательна именно потому что она наивысшее но ничего не зависит ничего не может у тебя это благо скажем так отнять разрушить муки вот ну то есть грубо говоря занимался ты всю жизнь полисной деятельностью достроил идеальное общество бежали какие-нибудь нехорошие люди все всех убили всех изнасиловали везли в рабство и больше то все не сможешь заниматься чем занимался а вот созерцательность никто у тебя отнять не может потому что смысл смысл этической теории и почему она аксиологическое достижение человеческого счастья аристотель считал что если человек будет вести себя добродетельно добродетель это способность поступать наилучшим образом во всем что касается удовольствий и страданий а порочность это противоположность добродетели и тут получается очень интересная штука если ты это называется этикой добродетельно если ты делаешь добродетель поступаешь хорошо ты становишься добродетельным человеком а если поступаешь порочно становишься порочным да то есть это как бы в тебя внутрь все входит и со временем твоя вот эта деятельность души которая связана с тем что ты добродетельный приводит тебя к счастью и к благу благо это цель счастье это процесс добродетель это средство достижения счастья то есть если ты хорошо поступаешь что ты хороший человек если хороший человек ты продолжаешь хорошо поступать и это тебя автоматически приводит и к счастью и к достижению блага но это только все прекрасно и замечательно этот секс описан сейчас да это процесс которым ты делаешь что-то что это что-то хорошее это накапливается и в конце ты приходишь плачешь благо подождите все круто не молодцы все класс часто что делать ну это же давай так греет да но 2022 год мне это куда девать не круто там потом я это как я по поверхностно как то воспринимаю все серьезно но они не знали там еще много потом после всего произошло но из того что у них было это вот эти они круто придумали потом ты их в музей помещаешь это все еще живая теория на сколько она жива господи ну постоянно на самом деле все эти учителям только же живая на сколько замок бастион героя пищи магии 3 скоро выпустят я личностного роста сколько ни возьми заимствуют либо из этики добродетели аристотеля либо из стоицизма нормально вот это ответ спасибо этих античных теорий постоянно подожди сейчас нам нужна динамика в этом подкасте до тренинги личностного роста берут значит все это у аристотеля ну или еще у кого-нибудь у каких-нибудь греков но не дерьмо ли тренинги личностного роста да и дерьмо потому что они разводят людей как будто бы на ней и дерьмо потому что не в целом говорят но чудо не происходит слова ты слышишь правильно слова правильные а эмоционально они раскачивают просто там дальше еще хорошо отлично подожди дай продолжить мысль которая была высказана коля сказал что слова ты слышишь правильное но чудо не происходит есть другая теория очень другой способ ответа на вопрос откуда появляется зло это уже христианская традиция апостольские различные речи и и сформулировал в какую-то более-менее стройную концепцию отец церкви августин блаженный августин аврелий он сказал что дело не в незнании благо не в эпистемической ошибки как а в чем дело дело в недостатке воли то есть зацените тоже логику почему дело не в эпистемической ошибки точно почему дело вниз не в незнании добра мы точно знаем что такое добро и зло но а человек обладает падшей природой это правда он грешен до после греха падения произошло вот это вот смешение и у человека низменная природа несмотря на то что иисус искупил первородный грех да он не искупил вот эту падшись также как и мир кстати тоже падший вот его потом наступит новый мир и появится новый человек очищенный от этого всего но сейчас у нас такой раз и получается то что я точно знаю что такое хорошо и что такое плохо потому что эти знания вложил меня бог но мне не хватает воли действовать хорошо и я действую плохо или не действую вообще и тут два понимания во первых христианстве зло переосмысливается как некоторые бинарная позиция по отношению к добру при этом добро наделяется антологическим статусом то есть существует как бы объективно разло это недостаток добра вот то есть как с тьма это отсутствие света так и зло это отсутствие минусового значения нету туда нет недостаток добра ноги и поэтому когда мы не делаем добро зло как бы начинает само собой появляться как в отсутствие добра с одной стороны и кроме того еще есть злая воля которая может нас смущать и у августина именно дело вот в этой воле а она всегда будет плохой и недостаточной слабой и злой потому что у нас природа такая поэтому спасти нас способен только господь в благосклонности в бесконечной любви своей то есть он может послать на нас благодать и спасти а может не посылать и не спасти на это потом лютер тоже развивал то что люди рождены уже предпосланными к спасению или наоборот к гиене огня это протестантская мне не нравится вот этим с перед определенностью не это протестантская тема да но августин не аркестант и то еще отец церкви просто лютер как бы заново прочел можно сказать агустин вашего протестантов почему вы не любите при станции дни протестанты мне не нравится просто предопределенность которые на которые ты не повлиять никак не можешь конечно типа на есть наша жизнь типа что мы смертные что такое Ну, это всё ху** с лишней предопределённости иметь. Количество добра в человеке, оно от нуля до единицы отрезок, но единица не включена, а ноль включён. Вот так вот, единицу он никогда не получит. Там нужно уже быть сильно в ладах с Богом, и чтобы он озарил тебя... Благодать. Да. Только там можно уже говорить о каком-то файер-резисте. Да. Да. Я ради этого делал. Чтобы мыкнул древнее. Тонично мыкнулся. Хорошо, а сейчас-то что делать? Нет, там же ещё надо до Канта добраться, насколько я понял. Я же вот Кант, я помню прямо, что там, типа, твоя свобода заканчивается, там не начать свобода другого. Категорический императив какой-нибудь. А? Это лог. Нет, у Канта категорический императив, да, который вот для меня, это всё понятнее, что пусть сумма твоих априорных... Ну, вот сложные там слова. Ну, короче, не делай другому то, что сам не желаешь себе. Это золотое правило морали. Оно не очень универсально формулируется. Я сейчас... Дойдём. Дайте договорю насчёт воли. Воля злая и слабая. Но при этом мы точно знаем, что есть добро и что зло. И зацените, какую роль начинает играть в этом во всём разум. Если разум у Платона и у Сократа выступал как бы главной лакмусовой бумажкой морального поведения, то к чему нас способно привести к моральному поведению? Да. То у Августина разум, наоборот, занимается оправданием зла. То есть из-за того, что у нас злая воля, и мы знаем изначально добро, что такое хорошо и что такое плохо, но злая воля нас влечёт, влечёт козлу... Ой, влечёт и влечёт, да, всё делает. То со временем мы начинаем разумом оправдывать то зло, которым мы влечёмся, в качестве добра. И такое дело тоже, и такое дело. Мы знаем, как истинно, и хотим к этой истине быть ближе. Но оттворим зло, потому что воля наша зла, да? Да. И потом оправдываем это зло в качестве добра. Это любимая женщина, да. Это благородный преступник Илладин, который крал просто, чтобы детей накормить в коровиках и хлеба. Ну так же. Вот Робин Гуд, что это всегда. Робин Гуд это когда-то на максималках. Ты типа делаешь хуйню, делаешь её сам в добрых целях. Благородное воровство, не знаю. Не воруй у бедных, воруй у богатых. Что-то такое. Так? Лень. Ну то есть когда мы дошли уже... Понятно, что для Августина это плохо. Но потом мы дошли в какой-то, я знаю, романтическую уже идею, до того, что есть тот благородный преступник. Он стал идеей наоборот хорошей. Это как раз все из-за того, что, допустим, мы прав. Мы настолько уже оправдали зло. Да. Что мы готовы к антигероям. Мы следим за всякими убийцами на экране. И такие он хороший человек. Дэдпул. Да, или можем, например, просто поменять вот эту этическую координату, да, и опять там вернуться к утилитаризму, к милю. Почему морально оправданно может быть поведение Робин Гуда? Потому что он пользу приносит большому количеству людей, а вреда приносит гораздо меньше, чем приносит пользу. Поэтому мы можем его морально оправдать. Но с точки зрения аксиологических теорий в целом вполне поддаётся оправданию. Но не с точки зрения другой группы теорий. Диантологических теорий. Аксиологические, они же и телеологические. Да. Это те, которые направлены на достижение какой-то цели, направленной вовне. Они могут быть направлены на достижение блага, как у Аристотеля, Платона. Они могут быть направлены на достижение пользы, как у Иеремии Бентама. Уменьшению объективного страдания. Ещё что-нибудь типа того. Мне не терпится услышать про деантологические, где они как ни во мне нашли цели, смысл. Диантологические теории исходят из первичности долга самого по себе. Это тот самый Эммануил Кант и категорический императив. Эммануил Кант считал то, что сама вот эта постановка вопроса... Что есть такого, что Эммануил факинг Кант? Всегда. Вот у меня тоже. Всегда. Всегда я уже устал об этом думать. И поэтому это перестало быть. А, ну, а я вот... Новая у меня волна пришла. Снова стала. Каждый раз. Ты сказал, снова стала. Эммануил факинг Кант. Что это происходит? Ну, это на первом курсе, наверное, да, у вас происходит там? Да, все перебрагивают. Это шутка первого уровня же. Эммануил Кант. На могиле ли его был? Считал. Ну, естественно, это было некоторое восстание и революция против теории добродетеля Аристотеля, которая как раз-таки считает то, что мораль направлена на достижение чего-то. Кант считает то, что существует абсолютная мораль. И убежденность в том, что существует абсолютная мораль, и есть то единственное абсолютное, что есть в морали. То есть в этом смысле сейчас ты поймешь. Нравственный поступок ни к чему может быть не направлен. Более того, в результате какого-то поведения должного ты можешь получить на выходе полную ерунду, но от этого твой поступок не перестанет быть добродетельным. То есть есть поступки, согласно Канту, которые будут добродетельными вне зависимости от того, каким результатом они пришли. По мотивам. То есть это большое различие диантологической и консеквенционалистской парадигмы. Ну, здрасте. Консеквенционалистская, которая телеологическая, которая аксиоматическая? Нет, это новая. Под вид аксиологической консеквенционалиста. Меня потом объясню. Коротко, коротко. Слушай. Ну, по-разному. Есть когда, типа, ты добрый ради чего-то, а тут ты добрый, потому что... Вот, для меня вся немецкая философия, ты знаешь, это суровые пердящие люди. Знаешь, они в закрытой комнате, и они суровые пердят, но окно не открывают, потому что есть некоторые убеждения относительно всего, что так нельзя. Так нельзя, но само по себе вот просто движется, и всё, и ничего. Немцы прям, ну, прям... Я думаю, открыть окно будет поступком сообразным долгом. Пердеть – это поступок сообразным долгом. Не уверен. И пердеть – сердит. И знаешь, почему я не уверен? Потому что есть формулировки категорического императива. Ты назвал приблизительную формулировку категорического императива. Это облегчённую, потому что сложную тяжело, полную тяжело запомнить. Сумма твоих явлений, там, как-то так. Ну, я тоже упрощённую дам, не полностью приведу, но тут есть очень важное отличие. Ты привёл фактически золотое правило морали – не делай другим того, чего бы ни жилал себе. Это не универсальная, не абсолютная формулировка. Потому что, например, может, я извращенец. И я люблю, когда меня по пяткам бьют палками. И тогда я буду других людей бить по пяткам палками, потому что это именно то, что я хотел бы, чтобы сделали со мной. Помните ту сцену в «Гриффинах», когда Питер сидел вместе со своей дочкой Мэг в машине, перданул, запер все окна, и она пыталась вырваться, а он такой «прими газы». Они оба, ну, точнее, и он принял их, и он вёл себя, соответственно, категорическому императиву, мне кажется, Канта. Может такое быть? Нет. Я каждый подкаст буду с какой-нибудь хернёй врываться. Это не императив Канта. Нет. Золотое правило морали – это не императив Канта. Расскажи, братик Канта. Я вот и хотел заострить на этом внимание то, что вот как раз золотое правило морали, несмотря на то, что оно прекрасно, оно допускает вот такие вещи. Допускает некоторую субъективность. Естественно, если ты говоришь о том, что есть моральные поступки, которые абсолютно добродетельны, добродетельны в вакууме, то есть добродетельны в силу своей вообще формы, то ты должен придумать что-то более универсальное. И Кант предлагает много формировок, их даже не две, их больше. Приведу одну из них. Я должен всегда поступать только так, чтобы я также мог желать превращения моей максимы во всеобщий закон. Или по-другому поступай так, чтобы максима твоей воли могла стать основанием для всеобщего закона. Окей. Иными словами, дело не в том, что я хочу, а дело в том, что если бы все люди на всей земле стали бы, как ты высказался, сердито пердеть и закрывать окна, был ли такой мир хорош? Не думаю. Должен в своих действиях, получается, исходить из того, что таким ты хочешь видеть весь мир. Да. Сука. Чтобы люди все так поступали. Поэтому для Канта очень важно, он прекрасно понимает то, что человек всегда для себя делает исключение. То, что, ну, не воруй, не воруй, это же хороший принцип, я же люблю свою собственность, вот у меня есть кандибопер на голове, я не хотел бы, чтобы его кто-то у меня своровал. Вот. Но, но я вынужден. Я там Робин Гуд, например, или еще кто-нибудь, и я как бы ради благих целей все равно буду воровать. Это называется делать для себя исключение. Кант это не выносит. Он считает, поскольку он абсолютист, он считает то, что если ты не хочешь, да, чтобы вот максима человеческой воли была направлена на воровство, то есть все бы воровали у всех, то не воруй. Точка. Все. У него есть отдельное произведение, и это может вас удивить. Он его украл. О мимом праве лжи из человеколюбия. То есть даже в Библии написано, ложь во спасение, правде равносильно. Поскольку Кант абсолютист, и это диантологическая этика, то есть этика долго ради долга, выполнения долга ради выполнения долга, то он считает, он даже вот придумывает такой мыслительный эксперимент. Вы находитесь дома, к вам прибегает ваш друг и говорит, скрой меня от убийцы. Вы прячете своего друга от убийцы, прибегает убийца и спрашивает, друг, в доме? Ты говоришь, да? В доме? Почему? Потому что ты бы хотел, убивая человека, узнать, в доме ли он, в котором он скрылся. Ну, если бы ты был убийцей, ты бы хотел догнать человека, которого ты убиваешь. Нет, ну это уже какой-то садизм, а не философия. Слишком почему-то ты разделяешь два этих понятия. Убивать плохо. Убийство не может стать основанием для всеобщего закона. Не может. Но и ложь не может быть. А ты-то не убиваешь своего друга. Я не убиваю. Ты как раз стоишь перед моральным выбором, врать или не врать. И врать ты не должен. Мир несовершенен. Да, безусловно. Но ты должен. Поэтому в какой-то степени... Be a change you wanna see in the world. Это кто? Это один из... Будь изменением, которое хочешь видеть в мире. Это... Шайлобов. Нет, это... Господи, вырежите. Это первый черный. Второй был Малклим Икс. Первый. Христиан... В его честь улицы названная. Мартин Лютеркин. Да, я просто забыл имя. А-а-а. Ну, ты не забыл имя. Нет, это не забыл имя. Ну, да, без чего на see in the world. Так, ведь это... Ну, типа, ты живи вне этого мира, ты живи по собственной правде, который ты его делал. А-а-а. Да, это очень похоже. Потому что, опять-таки, добродетельность твоего поступка определяется, как он соотносится с твоей моральной установкой, а не тем, чего ты достиг. То есть, если... Окей, окей. Делай, что должен, будь, что будет. Так. Мир несовершенен, да, он несовершенно устроен. Как будто бы купаться, сказал. Люди ведут себя иногда как попало. Но именно ты должен совершать поступки в соответствии со своим долгом просто потому, что долг и есть добродетель. То есть, поступок в соответствии с долгом и есть добродетельный поступок. Больше ничего не надо. И поэтому, да, ты не должен лгать. Да, твой друг погибнет, но ты лгать в любом случае не должен. Более того, он настолько, скажем так, регристичен и прям... Сколько у него друзей было? Вот да, я думаю, это мешает. Что-то много, не поверите, очень много. У него... Канте часто рисует таким кёнигсбергским затворником. Да, да, я думал, что он кёнигсбергский затворник. Который гулял по городу просто. Да, который гулял по городу в одиночестве. Но это такое немножко искаженное представление о Канте. В действительности у него очень часто собирался целый круг друзей. И он очень любил обедать, ужинать, ужинать. В кругу своих друзей, если когда-нибудь у вас будет время, и вы попадёте в Калининград, сходите в собор, который на острове Канта стоит. Там наверху будет музей Канта. Там посмертная маска Канта, картины, его произведения. И там висит гигантская картина вот как раз одного из застолий. Окей. Где он в кругу друзей, сидят, обсуждают философию. Он был общительным человеком. Значит, тащил ситуацию. Ну, конечно, Кант собирает людей. Люди стремятся к Канту. Вот. И всю соль, поймите, этой концепции. То есть у Аристотеля почему ты должен поступать добродетельно? Потому что ты станешь счастливым. У Канта ты не станешь счастливым, потому что будешь хорошо поступать. То есть если ты будешь конкретно хорошо поступать, то ты молодец и всё делаешь правильно. При этом счастливым ты можешь не стать. Тебя могут там оболгать и так далее и тому подобное. Закрыть окно и напердеть. Мир несовершенен. Извини. Нет, я так про всю немецкую философию. Я думаю, она сложная, она тугая. И она такая типа, в более разум что-то такое. Да, да, да. В более. Да, да, да. Всё, во что ты навеки влюблён, уничтожит разум. Ты щеклавый убийца. Дракон должен быть повержен. Он сильнее всяких воин. И это поднимает твоё моральное достоинство. Он настолько вот последователен, что смотрите, если вы поступаете сообразно долгу и при этом получаете какую-то выгоду, ну скажем, вам приятно, то этот поступок будет легальным. То есть это не чистое долженствование. А если вы поступаете морально, то это исключительно из чувства долга. У меня вспоминается одна история. Матери Терезы однажды спросили, почему вы помогаете бедным, почему вы постоянно в разъездах делаете благотворительность и так далее, вам самой не надоело. Вы, наверное, очень любите этих людей. Она говорит, нет, знаете, совершенно не люблю. Просто таков мой долг. А после этого у неё были проблемы с католической церковью, которую тогда в смысле не любишь. Бог есть любовь. А вот по Канту как раз-таки это самое достойное. Она их не любит. Она, скажем так, никаких бонусов от этого не получает. Никаких социальных поглаживаний или удовлетворения своей потребности. Она делает это просто потому, что она должна это делать, и этого достаточно. Окей. Но сколько вообще таких людей можно встретить? Это звучит как, типа, очень здорово, спасибо большое, Кант, я не буду. Я не буду этим заниматься. Ради чего, у меня, типа, жизнь одна, я хочу побегать по травке и удовольствие получать. Не знаю. То есть, ты придумал замечательную вещь. Очень, ну, как концепция уважения. Уважение и не подписываюсь. Не согласен. Это как, ну, не знаю, это для меня то же самое, что и самурай, который принимает на себя возможность сделать себе... Да, у самурая нет цели, есть путь. Нет, ну, что, типа, и на этом пути может встретиться необходимость сделать Сипуку. То есть, ритуальное самоубийство, я такой, типа, ну... Должен, значит, делай. Не, ну, типа, не... Ну, кстати, я думаю, Сипуку тоже, к сожалению, не подходит под категорический императив Канта. Вот, потому что... Ну, это действие не может быть универсализировано, очевидно, если все сделают себе Сипуку, и это не будет тот мир, в котором хотелось бы жить. Это будет тот мир, на который хотелось бы разок посмотреть. Ну, и заметьте, тут долг, он как бы получает свою лакмусовую бумажку, свою возможность. То есть, свою возможность рационально быть помысленным. То есть, это не тот долг, который, скажем, написан в Священном Писании, где ты должен делать то-то, но не должен то-то-то. Это тот долг, который ты можешь, собственно, рационально для себя выработать. То есть, ты можешь проверять свои поступки, как морально и неморально, и вести себя в соответствии с ним. Это великая рационализация морали, чего раньше, конечно, не было. Окей, 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 понял, понял, нормально. То есть, это рациональный дискурс, да? Способ рационального объяснения о необходимости морального поведения. Ну, я буду, вот, начиная со второго дня, я буду так жить с криком постоянно, потому что это во всем. Во всем я, типа, я еще себе за это и пояснил. И чувак нормально заморочился. А он женат был? Нет. Он сам объяснял это тем. У меня больше нет вопросов, хорошо, чуть-чуть. Да, там императивом, да. Не-не-не, он объяснял это тем, что когда он мог жениться и хотел жениться, у него не было денег, а когда у него появились условия, он уже не хотел. А долг? Согласен. Насчет верующего Канта. Он, вообще-то, тот самый человек, который строил революцию некоторую философию, и сказал то, что невозможно рационально доказать существование Бога. И в этом смысле Бог как бы будет за пределами нашего познания. Однако, что касается практического действия, у него существует так называемая этика-теология. Это как раз-таки разрешает ту проблему, что моральное поведение не дает тебе счастья. Моральное поведение делает тебя достойным счастья, достойным спасения. Поэтому соответствие между твоей добродетельностью и твоим счастьем должно быть устроено всемогущим, всеблагим существом. Однако мы о нем ничего не знать не можем, и мы можем на него только надеяться. То есть на Бога надейся, надейся, что он твое достоинство, моральное достоинство, приведет в соответствие с счастьем, например, в загробной жизни, воздаяние посмертное. Понятно, ты создаёшь необходимые условия для того, чтобы... Но при этом ты не можешь об этом ничего знать вообще. А сам не плашай? То есть на Бога надеясь, а сам не плашай? Да, именно. Ну все создают условия для того, чтобы Растаман и Дреда выращивают, чтобы Джа их вытащил на небо. Ну все же потихоньку, кто верит в того или иного, условно, спасителей, наделителей счастьем, они предпринимают ходы в его сторону. Кто-то, знаешь, нагорешил и потом церковь построил. Я не знаю, что мне говорить своему сыну. И при этом, поскольку ты не знаешь точно, будет ли тебе за это дарована посмертная жизнь, жизнь вечная или не будет, это всё ещё может оставаться моральным поступком, то есть чисто из чувства долга. То есть ты себя должен вести так, как должен, не потому что тебя похвалят на том свете. Ты даже не знаешь, есть ли там кто-то и похвалит ли тебя кто-то. Ты на это только надеешься. Не знаешь, но действуешь. Короче, это вот рыцари круглого стола. Делай что-то, окей, окей, окей. Будь что будет. Другой долг, изобретаешь сам. Ага. Ну и ты приходишь домой в свой день рождения после работы, зная, примерно когда-то, вернее, увидев пару переписок, предполагая, что тебе сейчас крикнут сюрприз и встретят. Но ты до последнего отыгрываешься такой, ничего не знаешь, что я просто пришёл домой в свой день рождения после работы. И, ой, даже некоторое время не буду включать свет. А потом включаешь свет, а никто тебя не поздравляет. Может быть. Или поздравляет. Этого мы знать не можем никогда. Да. Только надеяться. Ну, как будет обидно? Мне кажется, знаешь, пока можно... Вот твои правила морали... Обидно не будет. Вот что я ещё подумал. В твоём примере будет обидно, если тебя не поздравят. А у Канта обидно не будет. То есть ты... Потому что ничего не будет. Да, ты всю жизнь действовал морально и хорошо, и здорово, надеясь на то, что, возможно, есть Бог, возможно, тебе будет воздаяние за то, что ты достоин счастья. Но ты умираешь, и, например, Бога не оказывается, но ты не расстроен, потому что ты умер. Как конец сопрано? Нормально. Нет. Смотри, пока можно руководствоваться золотым правилом морали воспитания сына и ждать того момента, когда он начнёт хотеть или не начнёт хотеть, чтобы его били по пяткам, палками. И тогда уже перейти к более сложным формулировкам добра и зла. Нет. Например, ко второй формулировке категорического императива. Относись к людям только... Никогда только как средство, но как цель и средство. Не используй людей в качестве средства для достижения каких-то своих целей. Даже подписчиков Бусти? Даже их. Ну, ты делаешь контент, ты же... Смотри, тут очень часто говорят то, что не относись к людям как к средству, но только как к цели. Это не совсем корректная формулировка. Только как к средству. То есть если человек и средство, и цель одновременно, то можно. Хорошо. Если более общее формулировать, относись к людям как к цели и никогда только как к средству в своём лице и в лице всякого другого человека. У вас сюда так сложно? У Канта? У Канта очень неодъёмные формулировки, да. У вас. Нет, есть очень разные философы, разный философский, скажем так, темперамент. Кант очень педантичен, точен, последователен, системен. Я помню, немецкая философия увергла меня в ужас. Французы были ничего, греки были вообще замечательны. Немцы, ну ты вот открываешь Гегель и читаешь, и ты не понимаешь слов. Он говорит слово, потом тебя им же зайдёт, сперва его определением, потом его значением, потом тем, как оно куда-то… Ага, я тогда думал, что философия испортила мне книги. До этого я читал книги. Даже учебники всё равно были понятны. А здесь у нас поэтому на экзаменах можно было пользоваться чем угодно, учебниками, телефонами. Это не ЕГЭ, это рассчитано на какой-то твой такой клик и понимание, который на шпоре, который ты, не знаю, в лифчик засунул, ты его не прочитаешь. Поэтому используй что угодно. Экзамен для 12 часов длился, порос, не знаешь, который вы вышли. Вот он нас с утра до вечера, я сигарет в 80 выкурил. Я не понял, он сказал, что мне вот… Сдал? Да, он поставил три из жалости. С тех пор ничего не продвинулось. Господи, всё, дай бог, что с помощью этого подкаста станет понятнее. Ну, опять-таки, когда мы изучаем, например, квантовую физику, мы же не жалуемся на то, что чую-то так много терминов и ничего не понятно. Квантная физика, хотя бы уже не сложна, мир вокруг сложен. Этический мир в том числе очень сложен. Этический мир сложен, с этим не поспоритесь. Без иронии туда. Я тогда подведу итог именно вот этого разделения на несколько возможностей, обоснования, ну, не обоснования, а этики, а этических теорий. То есть, консеквенционализм, в отличие от диантологии, заострён на том, что смотрит на последствия поступка, а в диантологии правильным или неправильным поведение может быть объявлено в силу соответствия моральным принципам. То есть, если ты действуешь в соответствии со своим долгом, ты действуешь правильно. Чего там будет на выходе, вообще боком идёт. Вот. И также консеквенционализм отличается от этики добродетеля, которая при определении моральности поступка фокусируется на моральных качествах субъекта больше, чем на последствиях его действия. То есть, опять-таки, главная задача добродетеля у Аристотеля сделать тебя счастливым, привести тебя к благу. И в этом смысле ты сам преисполняешься настолько и становишься настолько добродетельным, что это ведёт тебя к благу. А у консеквенционалистов конкретные поступки и средства к достижению цели должны приносить пользу. То есть, утилитаризм – это консеквенционализм. Этика Канта – это диантология, этика долга. И этика Аристотеля – это этика добродетеля. Этика о том, как стать счастливым, хорошим, умным, красивым, классным человеком. Мы почему должны добро делать? Почему бы нам не пойти жечь деревни? Если я, Аристотель, скажу, потому что если вы будете жечь деревни, вы будете несчастными. Это не приведёт вас к счастью, это не приведёт вас к благу. И вы морально не станете достойными. Если Кант, то вы не должны жечь деревни, потому что вы не должны жечь деревни. Потому что если бы все жгли деревни, было бы не круто. И это не может быть основанием для поступка. Да. А если все спрыгнут с моста, то и Кант тоже спрыгнет? Кант не спрыгнет. Потому что он подумает, ну если бы все спрыгнули, тогда было бы плохо. Пускай прыгают, но без меня. И если мы настаиваем на консиквенционализме, то сожжение деревень принесёт много страданий людям и мало пользы тебе. То есть страдания и пользы тут будут совершенно несоизмеримы. Страданий слишком много, а пользы очень ограниченное количество. Конвенционалист не будет лгать, потому что это приведёт к отрицательным последствиям. Деонтологист не будет лгать, потому что это запрещено моральными предписаниями. И сторонник этики добродетеля не будет лгать, потому что это недостойно его. Ну получается, только хорошие люди хорошие. Ну подождите, у Аристотеля ты можешь стать хорошим, если будешь вести себя хорошо. Мне больше нравится Аристотель. Да, наверное, он как-то, ну да. Он такой, да вы просто вот, ну ты давай уже. Нормально делай, нормально будет. Нормально делай, нормально будет. Ты такой, это понял. А ведь тебе хоть попроветрили. Сколько новых слов мы сегодня узнали. Консеквенционализм. Телеология. Аксиологические. Аксиологические. Или диантологические. Или диантологические. Там был эпистемический. Эпистемическая ошибка. Да. В кластерах, понимаешь? Эпистемические ошибки. Кластеры тоже были. Угу. Кластеры были. И у нас такая детская передача. О, а какое новое слово узнал для себя ты сегодня? Оставь его в комментариях. На сладкое могу предложить либо теодицею, либо моральные дилеммы. Сложные моральные дилеммы. Сложные моральные дилеммы я хочу, конечно. Сложные моральные дилеммы. Существует прикладная этика. Так. То есть... Now we talk in. Да. Мы говорили про этику, говорили про метаэтику. Вот сейчас еще поговорим про прикладную этику. Так. Она часто заточена на какие-то проблемы, да, которые возникают здесь сейчас и требуют моральной оценки. Эти проблемы всем хорошо знакомы. А какие еще моральные дилеммы? Прикладная этика решает такие проблемы, как, например, эвтаназия, смертная казнь. То есть те вещи, которым мы, развиваясь технически, развиваясь социально, да, усложняясь, подошли. А должен ли дрон сам по себе убивать? Или человек должен кнопку набивать? Да. И какое ПО должно быть написано на дроне? То есть как дрону прописать, как он должен действовать? А это философа по вызову зовут? Или кто-то решает? Очень часто, конечно, создаются отдельные этические комиссии. Мы это уже обсуждали. Например, в Гугле создана этическая комиссия. В многих корпорациях тоже создаются этические комиссии для разрешения подобного рода вопросов. Для того, чтобы дать этическую оценку. Нам обещали примеры сложной моральной дилеммы, в которой можно будет побаловаться. Один. Очень хороший пример сложной моральной дилеммы. Все вы знаете про проблему абортов. Чаще всего позиции две. Это либо Pro-Life, либо Pro-Choice. Чаще всего это имеется в виду, что третья позиция, в которой аборты – это единственный из вариантов. Ни один ребенок не должен родиться, какая есть третья позиция по абортам. Нет, я имею в виду то, что позиции можно придумать больше. Самые распространенные – это две. Pro-Life, которые утверждают, что человек с момента оплодотворения, то есть, как только сперматозоид, проникает в яйцеклетку. Это уже человек, это уже жизнь. Ее уже нельзя убивать. Она уже подпадает под наши гуманистические принципы. Pro-Choice говорят о том, что женщина имеет телесную автономию, она вправе распоряжаться своим телом, это часть ее свободы как гражданина, и поэтому она имеет право сделать аборт, если она того хочет. Если ей это не повредит и так далее и тому подобное. То есть, это именно про выбор и про автономию. И смотрите, чаще всего Pro-Choice попадают на Pro-Life'еров, говоря то, что пытаясь сдвинуть рамки живого-неживого. Да. То есть, вы говорите то, что жизнь зарождается с момента попадания сперматозоида в яйцеклетку, а вот сами по отдельности они живы или мертвы? И в таком случае, как нам относиться, например, к банкам спермы или к эко-процедурам? Выпейте, помойте и поставьте обратно. Но нет, я понимаю. Там же вроде идёт что-то про какие-то электрические сигналы в мозгу или развитие лёгой и дыхательной системы. Да, очень много различных аргументов, чтобы говорить то, что человек с этого момента живой. Да, когда там душа появляется. И вот эту границу постоянно двигают в разные стороны в зависимости от аргументации. И появилась очень интересная статья от Джудит Джарвис Томпсон, которая называется «В защиту абортов», которая написана так. То есть она, как вы поняли, в защиту абортов, но она написана, исходя из базового предположения о том, что хорошо, эмбрион живой. Мы не будем пытаться сдвинуть, мы не будем пытаться это отрицать, мы не будем говорить о том, что если вы признаёте оплодотворённую яйцеклетку живой, то тогда огромное количество детей просто не рождаются, потому что там не прикрепляются эти яйцеклетки к маточным трубам, что это тоже своего рода геноцид и так далее и тому подобное. Вот, не будем... Она говорит, хорошо, живой. Тогда предлагаю вам следующий эксперимент. Представьте себе, что вы просыпаетесь в больнице, и к вашим почкам подключен человек. Это знаменитейший, лучший во всём мире скрипач. Ваш величайший скрипач. Вы должны 9 месяцев не отключать его от своего тела. То есть 9 месяцев он должен быть подключён к вам, чтобы он выжил. После этого он направится, сможет пойти дальше, вы его спасёте, всё будет хорошо. Он величайший скрипач. Вопрос. Имеете ли вы право, во-первых, отказаться, а во-вторых, имеет ли право государство к принуждению вас, к согласию и наказанию вас, в случае, если вы всё-таки решили его от себя отключить? Давай так, если бы это был не скрипач, а барабанщик, то нет. Или анекдоты про басистов коллекционируете? Что басист всегда отстойник? Да-да. Хорошо, Сева, подставь нужное. Кого ты больше всех уважаешь? Исус-то. Не, мне немедленно хочется сказать нет, но я и в абортах забыл, ну, типа, скорее за, чем против. Хотя эта тема очень резко была. Я думаю, что я скажу ладно, я думаю, я скажу ладно, ну, пускай он тусуется. Ну, жалко, ну, блин, Кобзес. Это не то, что ты бабушку через дорогу не перевёл, это ты просто её толкнул куда-то. Да, ты убьёшь скрипача. Ну, жалко скрипача. Ты его убьёшь, если отключишь. Но у тебя не спрашивали согласия. Тебя поместили просто в рамки вот этой ситуации. Слушай, и хорошо, что не спрашивали. И хорошо, что не спрашивали. Потому что я так скажу, я себя не знаю. Короче, я скажу ладно, пускай он тусуется. У меня вот здесь такие два шланга. Первые пару недель, может быть, месяц у нас есть о чём говорить, вот, мне кажется, что он в целом, я ему даже в чём-то буду завидовать, и в целом глубокая личность, наверное. А где-нибудь месяцу к пятому я такой, да пошёл ты в жопу, как он меня достал, и мы ещё втроём лежим, я, этот скрипача жена. Нет, ты с ним общаться не будешь, он, сознание. А. Ну, ты можешь общаться с другими людьми, но это неважно по эксперименту, это я уже так допридумываю условия. То есть, всё, Сева, ты бы не отключил скрипача, ты бы коли отключил. Ты бы отключил скрипача? У себя очень мало людей, которые, как ты, которые говорят, а ты можешь быть интересным опытом. Девять месяцев полежать прикованным человеком. Бля, Роустед. Да, ровно так. Я бы потом всем ещё рассказывал, я влетал бы во всяком. Вы знаете, кстати, я вот, я бегаю, и вот я ещё, я скрипач. Блин, беременные так и делали. Да, откуда здесь фигура скрипача? Фигура скрипача здесь берётся из того, что… Да, он живой. Нет, понятно, что он живой. Он не просто живой, он ещё, типа, самый лучший скрипач на планете. То есть, он какой-то такой… Вот эту Джон Джудит Томпсон посадили за то, что она убила скрипача. Джудит Джарвис Томпсон. Джудит Джарвис Томпсон. Джей Джей Томпсон. Джей Джей Томпсон. Ага, сестра Джи Джалина. Так. Нет, её не посадили. Наверняка, и говном она вряд ли бросалась. Подожди, Джи Джалин. Джи Джалин должен подказ сделать как-нибудь. Нет, нет. Про Джи Джалин. Философия Джи Джалин, да. 2,49. Всю жизнь. Гостяк Самвел в полном уровне. Скрипач, он уже чего-то добился. То есть, его жизнь, безусловно, очень ценная. Любая жизнь ценная. Но вот это ещё и скрипач, и вообще мировой. А там из твоего ребёнка не факт, что что-то вырастет. А у ребёнка ещё целая жизнь впереди. Скрипач, какую-то часть этой жизни прожил. Если копаться в том, кто старый, кто молодой, кто суганеткой. Главный вопрос, который вы проигнорировали, заключался не в том, оставите вы его или не оставите. А в том, имеет ли право государство принуждать вас. Я про это подумал. К тому, чтобы оставить. Вот это насколько будет оправданно. Вот скажем так, оно меня должно охуенно поощрить ещё. Если оно меня заставляет, то пусть не просто так заставляет. И, например, у нас же страна с капиталом. Да, да, скрипачницкий капитал какой-то. Да. Сколько он там наиграл? На каких залах? Да, пусть делится. Ну, как-никак. Это моё тело. Оно портится. Оно работает сверх нормы. Да. Да. Ну, ещё за скрипача я ем. Мне хочется разных вещей есть. Странно перепадать настроение из-за скрипача. Будьте добры, возместите мне это. Я могу тратить, естественно, не на всё эти деньги, а на комнату для скрипача. На дальнейшее его воспитание, да, кстати. После того, как вы 9 месяцев с ним провели, представляете, если к вам ещё говорят, теперь ты обязан всю жизнь им заботиться. Он сам не справится. Ну, по крайней мере, 18 лет ты должен ходить за ним по пятам и смотреть, чтобы он себе скрипку в глаз не засунул. А затем, да, что-то... Потому что так, иначе звучит, что ты этого не знал, тебе это сделали, и тебе запрещено что-то с этим сделать. А сам ужас, когда ты такой, ты великий скрипач, алло, а он такой, нет, я на лыжах буду кататься. Я почки отдавал своё, он на выжих поехал куда-то. Magic the Godric играет. Так, к этому мыслительный эксперимент достаточно понятно, да, то, что, во-первых, это мыслительный эксперимент, да, чужой скрипач – это не то же самое, что свой ребёнок, поэтому различным образом игрались с этим мыслительным экспериментом, например, делали этого скрипача ещё родственником, близким родственникам, вот, и в таком случае что меняется. Но главный тейк, как я понимаю, остаётся таким. То есть нам, мне, по крайней мере, не представляется интуитивно ясным. Я могу понять людей, которые такие, да, я останусь со скрипачом. Я скажу, ты хороший человек. Есть люди, которые, нет, я отключу скрипача и скажу, ну, ты не очень хороший человек. Но мне интуитивно совершенно не ясно, почему государство должно наказывать меня за то, что я совершил этот поступок. То есть то, что я сказал, отключите скрипача. Скрипач не нужен, сказал ты. Да, скрипач не нужен. Имеет ли право государственное наказывать? Получается, что имеет. Как за убийство. Но это же не совсем убийство. Я так... Ты анархист? Я отсяду. Нет, я не анархист. Государство очень полезное. Просто нужно четко определить, что государство может регулировать, а что государство регулировать не должно. Если бы государство, может, это и не может контролировать, но если бы виолончелист пользовался средствами защиты, никакого бы скрипача не надо было бы подключать. Я не могу понимать, я за скрипач от, ну, в целом, хорошего мужика. Ну, от того, кого ты хочешь привлечь этим скрипачом в будущем, на которого ты хочешь давить, под октами которого стоять, или лежать вот так вот со скрипачом и надписью «Виолончелист, где наши алименты?» Вот это всё. Смотрите, любые моральные дилеммы делаются моральными дилеммами в вакууме. То есть, понятно, что это не подходит под настоящую ситуацию. Не подходит. Настоящей беременности. Но она именно призвана проиллюстрировать очень определённый ответ на очень определённый вопрос. И в этом смысле, конечно, люди рожают и не рожают, исходя из тысячи причин, а не только потому, что они хотят сохранить автономию тела, или считают любую жизнь бесценной. Чаще всего вот эти как раз-таки основания… Они нас сильно на заднюю голову ходят. Да, они сильно на заднем плане. Ты очень тяжёлый родитель, когда у них это напередник. Но когда мы что-то вводим в общественную дискуссию, естественно, нам приходится формулировать позицию. Интересно. Это интересно. Вот что надо узнать в комментариях. Да. Вот это надо. Я читаю комментарии, окей? Я хочу получить ответ. Мне интересно. Из тех, кто нас слушает, смотрит. Кто отключит скрипача, кто не отключит. И второй вопрос. Имеет ли право государство принуждать вас к этому или наказывать вас за то, что вы совершили тот или иной поступок? Государство тоже выдумано, а не Россия, конечно. Выдуманный скрипач, выдуманная Россия. Выдуманный ты, посмотришь. Выдуманный подкаст. Блин, спасибо. Как будто мы вообще... Очень много слов было новых, сложных для меня. Консеквенс. Консеквенс. По поступкам. По долгу. По добродетели. Вот так и можно было говорить, Женя. Я еще хотел, кстати, про Ницше рассказать про Ханну Аронд и про те аудиции. Но это как-нибудь. Блин, надо делать Добро и Зло 2. О, кайф. Добро и Зло 2. Тогда выбьете спонсора уже к этому моменту. К Добру и Зло 2, я надеюсь, должен появиться спонсор. Это Добро? Конечно, да. Это, как говорила в Вархаммере 40К, Империя Тау во имя общего блага. Да. Спасибо большое, ребят. У нас, к сожалению, время и остывшие обеды. А это уже плохо. Подписчики Бусти, вот вы вот здесь находитесь. Суперсимпы, которые... И все остальные тоже. Адепты, бейзики. Огромное спасибо. Как вы заметили, у нас нет никакой... Пока еще, надеюсь, появится, но у нас нет никакой рекламы. Вы двигайте этот проект вперед. Это только вы и двигайте. Ну и подкаст-точный спасибо тоже. Ну и вам, ребят, тоже спасибо. Все. Субтитры сделал DimaTorzok